Брестейский пекарь – одно из самых успешных предприятий в своей отрасли во всей республике. На данный момент его вкусную и полезную продукцию знают и любят не только в каждой брестской семье. Она экспортируется в 17 стран ближнего и дальнего зарубежья. А потому неудивительно, что первое мероприятие в рамках проекта «Успешное поколение» было решено провести именно здесь. Сегодня у нас стартовое мероприятие в рамках проекта «Успешное поколение», инициатором которого явились воспитатели домов семейного типа. Ребята могут задавать интересующие их вопросы о профессиях, касаемых именно берестейского пекаря. И такого рода мероприятие мы планируем дальше продолжать. Следующее – это посещение одного из банков города Бреста. Поэтому все еще впереди. Когда к нам пришло приглашение поучаствовать в этом проекте, оно уже было еще в прошлом году, мы должны были его начинать, но так как в связи с эпидемиологической обстановкой она не состоялась. Когда в этом году опять к нам пришло предложение, мы, наверное, даже не раздумывая, наш руководитель сразу согласился, что мы обязаны, мы должны. И мы в дальнейшем, это у нас такой проект, который мы в дальнейшем должны показывать, рассказывать нашему будущему поколению о профессиях, в частности, пекарь, кондитер и других профессиях. Потому что это немаловажно. Проект так и называется «Успешное поколение». Мы должны наших будущих специалистов растить с молодым. Такую делегацию на берестейском пекаре встречают впервые. Мальчишек и девчонок, которые проживают в детском квартале Новоснецова, не просто позвали в гости. Ребят провели самое сердце предприятия – цеха по созданию хлебобулочной и кондитерской продукции. Показав, какой сложный и интересный путь проходит ароматный хлеб с хрустящей корочкой, вкусные пряники и печенья, различные пирожные торты, прежде чем попасть на прилавки магазинов и к нашему столу. Для того, чтобы красивые были тортики, надо было с хорошим настроением, конечно, и любить свою профессию. Все свои старания, все свои, весь талант влаживаем в тортики наши. Работаю давно на этом предприятии, 38 лет, поэтому задержалась, потому что люблю свою профессию. Мне она очень нравится. С детства мечтала быть кондитером. Только человек, который увлечен своей работой, способен передать эту заинтересованность другим. Так случилось и в этот раз. Увидев, как бережно относятся к хлебу сотрудники предприятия, а теперь, и попробовав себя в роли кондитера и хлебопека, кое-кто всерьез задумался о будущей профессии. А значит, цель проекта достигнута. Наши дети увидели жизнь изнутри. Они увидели, как создается хлеб. Без хлеба нет семьи, нет жизни. И, увидев глаза наших детей, мы поняли, насколько им это интересно. То есть, в наше время, к сожалению, молодежи очень мало каких-то интересов. А сейчас им надо как-то профессионально выбирать свой путь. Сегодня, я думаю, что зародилась идея у нескольких детей точно быть либо пекарями, либо кондитерами. Сделала я эти пряники своими руками. Не знаю, ли стану я кондитером, но есть я их точно буду. Мне здесь очень понравилось. Здесь я узнал, как действительно работает фабрика хлеба, вот того же самого печенья, вот это всего. Понравилось. И у меня даже появился интерес, типа печь, вот это всё. Я думаю, и хочу даже в будущем пойти тоже работать. Людмила Логодич, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.